Первая отечественная снайперская винтовка, сделанная на базе Мусинки, модернизированная в 30-м году, была массовой моделью. По сути, это укороченный драгунский вариант, приспособленный под оптический прицел. Со всеми вытекающими последствиями массового производства. Если стандартные пехотные винтовки Мусин императорских времен должны были на 100 сажений, а это 180 метров, бить обычными патронами в пластинку 10 на 8 сантиметров, то винтовке 30-го года снайперам приходилось тщательно набирать. Но точность такой отлаженной Мусинки тоже была впечатляющей. На 800 метрах она доставала цель прямо между глаз. Великая отечественная внесла свой взгляд на роль снайпера. Требовались как штучные охотники высочайшей квалификации, так и просто меткие стрелки, способные быстро прикрыть пехоту или расчистить ее путь непосредственно на поле боя. Такие снайперы должны были действовать в составе стрелковых рот и батальонов. Именно динамика войскового боя потребовала замены снайперской Мусинки на заведомо менее точную, но более скорострельную СВД – самозарядную снайперскую винтовку Драгунова. СВДшка прекрасно переносила тяготы военных служб, быстро реагировала на противника, но возможность промаха была заложена в ней вначале. Например, для поражения противника в голову на 800 метрах предусматривалось 8 патронов. Снайперский принцип «один выстрел, одна цель» был отложен. Современные локальные конфликты с тактикой точечных операций вновь потребовали от снайперского оружия дальности и меткости первого выстрела. СВД для этого не годилась, а Мусинка за сто лет несколько устарела. Одним из новых вариантов и стала СВ-98. СВ-98 – персональный ювелирный инструмент современного снайпера высшей квалификации. Ей было сделано все или почти все, чтобы снайпер не замечал свой инструмент и думал только о выполнении задачи. Как попасть в яблочко на километровом расстоянии? Даже на первый взгляд она не производит впечатления солдатского оружия. Невесомый, срезанный приклад, хрупкие сушки, весьма длинный ствол. Скорее спортивная винтовка, что в общем недалеко от истины. СВ-98 – боевой вариант спортивный рекорд СИЗМ, созданный специально для армейского наговория. СИЗМ в переводе с английского – Международный совет армейского спорта. У него свои требования и вход с боевым оружием там не приветствовался, а спортивные должны были соответствовать правилам. По условиям этих соревнований, вот это вот расстояние должно быть не больше 9,5 сантиметров. И у нас очень долгое время не могли приклад, не могли магазин разместить, чтобы он не выходил на больше чем 9,5 сантиметра. Но потом добились и она была принята на вооружение. В 95-м году на играх СИЗМ в Италии наши стрелки впервые победили с винтовкой рекорд СИЗМ. Создание боевого варианта было делом времени. Прицельная дальность СВ-98 – 1200 метров. На таком расстоянии, даже через оптический прицел, человек видится как маленькая черная точка. И помешать снайперу попасть в противника может любая случайность. Солнце, ветер, мареват нагретого ствола. Ижевские конструкторы, возглавляемые Владимиром Стронским, предусмотрели страховку от некоторых помех. Вот здесь над стволом натянута макерчатая лента. Это не ремень для переноски, как может показаться, а противомиражная накладка, чтобы цель не расплывалась в потоках, исходящего от ствола теплого воздуха. Крышка над глушителем выполняет ту же роль. А сам глушитель маскирует снайпера от коллег противников. Одной из таких хитростей является тактический глушитель, который снижает звук выстрела с винтовочного до автоматного. И рассеивает по фронту на 100 метров. Потому что если снайпер профессионал, он очень хорошо определяет, что был выстрел сделан с винтовки или с автомата. Вместо глушителя может устанавливаться муфта для улучшения точности огня. Глушитель, кстати, тоже серьезно повышает кучность стрельбы. Ствол СВ-98 обрабатывается по последней машиностроительной моде, холоднокованной. Весь процесс при изготовлении управляется компьютером. После ковки ствол должен отстояться, чтобы снять внутреннее напряжение, и только потом обрабатывается дальше. Каждый микрон здесь имеет значение. Приклад и цевьё из клееного дерева. Пистолетная рукоятка, встроенная в ложу, сидит в руке стрелка, как влитая. Правда, сделана она только для правшин. Отверстие под спусковой крючок довольно большое и позволяет стрелять в перчатках. Переоценить эту возможность зимой довольно трудно. Для удобства стрелка контуры приклада подгоняются индивидуально. Снайперская винтовка вообще вещь индивидуальная, а эта, СВ-98, я вижу, она может регулироваться практически по всем позициям. Можно увеличить. Вот, покажи, пожалуйста. Высоту упора для щеки. Стрелка. Вот здесь убираются, добавляются накладки. Увеличивается, изменяется расстояние пятки. Увеличивается длина приклада за счёт опять тех же самых накладок. Индивидуально подгоняется усилие по нажатию курка. Можно менять. Ну и, естественно, регулируется снайперский прицел. Прицел может заменяться в зависимости от возможностей и задач. Можно поставить семикратный ПКС, а можно вот такой более мощный гиперон. Можно заказать импортно. Удобная ручка для переноски заставляет забыть о желании взять винтовку за прицел. Заодно защищает его от случайных повреждений. СВ-98 уже прошла откатку в специальных операциях и стала главным точным оружием российских суперпрофессионалов на международных снайперских соревнованиях. Их опыт показал, что винтовка хорошая, но до идеального боевого оружия её ещё надо доработать. Например, ствол соединяется с коробкой четырьмя ажтифтами. Ствол плавающего типа – это обычное решение для высокоточного оружия. Но здесь стрелка повсперегают неожиданности. Дело в том, что какую вы фанеру не создаваете, дерево есть дерево. Влажность поменялась, всё равно она пойдёт, будет её крутить. Будет крутить, соответственно, два винта, которые крепят затворную группу на винтовке, всё равно изменит своё положение. Соответственно, прикладка винтовки уже будет другая. В разных условиях винтовка будет по-разному работать. И чтобы это исключать, весь мир переходит на композитные материалы, которые работают и зимой, и летом. Винтовка закоплена жёстко на алюминиевой шине. Мы для того, чтобы эту винтовку зарабатывать, вынуждены делать здесь самую алюминиевую шину, сами проводить беденцы, ну, беденцы они здесь делают, укладку ствола. Такая климатическая нестабильность – не единственный недостаток. Хотя основание из дерева не мешало предшественнице Кусинской винтовки бить в цель на большом расстоянии. Но меняются задачи, меняются и требования. Например, прицел у большинства отечественных снайперских винтовок ещё со времён мусинки образца 1891-1930 года крепился на кронштейне над коробкой. Это позволяло и обычный планочный прицел использовать, и оптически хорошо зафиксировать. Но у СВ-98 прицел крепится сверху непосредственно на коробку при помощи устройства, широко известного как «Ласточкин хвост». И вот что из этого получилось. Вот он прицел «Гиперон». Называется 1.69. Отечественная разработка. Стоимость больше 3 тысяч долларов. Вот она винтовка стоит, и вот она ездит в движении. Так, прицел, может двигаться? Это стандартный прицел снайперской винтовки. Теперь попробуйте с ним погулять по лесу, чтобы он не двигался. СВ-98 создавалось как боевое оружие. Но спортивное прошлое оставило свое наследство и прозвище «паркетный». И вопрос не только в хрупкости. Например, выбирая между точностью и удобством ухода, создатели сделали выбор в пользу точности, а фрактики, воспитанные на неприхотливости СВД, склоняются к удобству. СВ-98 – это чистый железный ствол, без какого-либо специального покрытия внутри. То есть это не значит, что это плохо. Это хорошо. Во всех спортивном оружии оружие делалось просто из стали. Но для боевых, для полевых условий… Ну вот, я своих-то снайперов ругаю. Вот они раз отработали вечером, ночью, с утра выходят, раз там уже ржавчина появилась. Я говорю, как, ты что, не чистил, что ли? Нет, я вот чистил, вот показывает все вопросы. Но если он такого, в смысле, черный металл, стали, ну почему это происходит? То есть, а если я их выбрасываю в командировку, они уезжают на неделю-две в горы, все, значит, оружие вообще там будет постоянно требовать себе такого особого ухаживания. Черный ствол дает точность, хромированный, как у СВД, живучесть. Но та же мусинка с черным стволом успешно прошла всю войну. Впрочем, говорят конструкторы, учли претензии профессионалов и разрабатывают ствол из нержавеющей оружейной стали. Несмотря на все шероховатости, СВ-98 высокоточное снайперское оружие пробивает себе дорогу. Именно с ним наши стрелки побеждают на международных состязаниях и с ним выходят на спецзадания, помняв, что точность сохраняет человеческие жизни.